Музыка Региональная практика обеспечения деятельности административной комиссии. Задорожный Алексей Сергеевич, начальник управления административной практики. У вас с регламентом дружба? 20 минут. 20 минут, да? Тогда наберитесь терпения, очень много информации за это время будет. Пожалуйста. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги и приглашенные. 2013 год был годом становления административных комиссий в связи с передачей соответствующего государственного полномочия на муниципальный уровень. При этом областным законодательством не был предусмотрен какой-либо переходный период, который дал бы возможность изучить опыт организации данной работы, подобрать квалифицированные кадры, планомерно провести иные организационные мероприятия, сформировать правовую основу деятельности комиссии. В связи с этим управлению административной практики предстояло решить ряд задач. Первоочередной задачей, естественно, являлась необходимость в кратчайшие сроки сформировать пять составов комиссий и обеспечить рассмотрение непрерывно поступающих в комиссии дел об административных правонарушениях. Второй задачей являлось обеспечение своевременности и законности рассмотрения комиссиями дел об административных правонарушениях. В связи с этим нам предстояло обучить как секретарей комиссий, так и должностных лиц окружных администраций, наделенных правом составления протоколов об административных правонарушениях. Третьей задачей являлась необходимость организовать работу по обеспечению надлежащего исполнения решений комиссии, поскольку в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации суммы штрафов за нарушение муниципальных правовых актов подлежат зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования. Например, в случае нарушения требований решения горсовета в сфере благоустройства или в сфере транспортного обслуживания города Омска штрафы подлежат зачислению в бюджет города Омска. В случае совершения правонарушений в сферах, не регулируемых муниципальными правовыми актами, например, нарушение тишины покоя граждан, изготовление и реализация самогона и так далее, зачисление штрафов осуществляется в бюджет Омской области. Проведенная управлением работа принесла определенные результаты. Поскольку государственным полномочиям органы местного самоправления были наделены с 1 января 2013 года, то в первый же рабочий день года, 9 января, было издано постановление администрации города Омска номер 1П о создании административных правонарушений. Данным постановлением были утверждены составы пяти окружных комиссий и регламенты их работы. Председателями комиссии стали заместители глав окружных администраций, секретарями, специалисты управления. Также в состав комиссии вошли представители органов полиции, а с 2014 года еще и научные работники ведущих Омских вузов, специалисты в области административного права. Такой подбор составов комиссии, на наш взгляд, способствует всесторонности, полноте, объективности рассмотрения дел об административных правонарушениях и принятию по ним законных обоснованных решений. Для организации бесперебойной работы комиссии необходимо было оперативно решать сопутствующие вопросы обеспечения работников управления. Например, обеспечение служебными помещениями, оргтехникой, компьютерами, мебелью и расходными материалами. В этой части управления нашло полное понимание и поддержку со стороны мэра города Омска и руководства управления делами администрации, в результате чего за короткий срок наши специалисты были обеспечены всем необходимым для работы. Итогом проведенной работы явилось то, что уже в первом квартале 2013 года были проведены 7 заседаний комиссии. Всего за первый год работы комиссиями проведено 190 заседаний, рассмотрены более 6,5 тысяч дел. К административной ответственности привлечены более 4,5 тысяч правонарушителей, на которых наложено более 2,5 тысяч штрафов на общую сумму 3,647,000. Говоря об обеспечении законности рассмотрения дел, необходимо отметить, что современное законодательство довольно жестко регламентирует административный процесс по срокам, по закреплению доказательств, по порядку производства административных процедур. В частности, столкнувшись на практике с необходимостью обеспечения надлежащего и своевременного извещения участников процесса, мы убедились в неизбежности поиска новых форм и методов работы, поскольку качество предоставления услуг федерального оператора почтовой связи по многим параметрам комиссии не устраивало. В первую очередь это касалось сроков доставки к респонденции, адресату и получения обратной связи. Большие вопросы также вызывала и работа официального сайта. Общаясь с нашими коллегами из других регионов, мы пришли к однозначному выводу, что абсолютно такие же проблемы с федеральным оператором почтовой связи возникают и у всех других комиссий и Новосибирской, Тюмени, Челябинской и так далее. Таким образом, перед нами стала задача поиска новых современных форм извещения лиц, позволяющих сократить сроки извещения, поскольку в противном случае комиссии зачастую не успевали рассматривать дела в отведенный законом двухмесячный срок. В результате было принято решение о заключении договора о предоставлении услуг почтовой связи для нужд комиссии с альтернативным оператором, который обеспечил доставку корреспонденции комиссии в значительно более короткие сроки и при этом существенно дешевле. Параллельно с этим нами был изучен опыт судов по использованию современного способа извещения, такого как извещение лиц посредством СМС-сообщений. С марта 2013 года секретарям комиссии был обеспечен доступ к услуге одного из операторов сотовой связи, позволяющей направлять СМС-извещение о времени и месте рассмотрения дел лицам, в отношении которых ведется производство. При этом в соответствии с требованиями законодательства обеспечивается возможность приобщения указанных извещений к материалам дела. В результате в 2013 году до 40% правонарушителей уведомлялись о месте и времени рассмотрения дел посредством СМС-сообщений, что позволило комиссиям значительно сократить сроки рассмотрения дел. В первом квартале 2014 года уже около 50% лиц уведомляются таким способом. Принятые меры позволили в течение 2013 года на 21% снизить количество дел, производство которым прекращено за истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. Кроме того, в 2013 году из более чем 6,5 тысяч рассмотренных дел судами были отменены лишь 8 или 0,12%, что является одним из основных показателей качества работы комиссии. Еще одним нововведением, которое ранее комиссии не использовали, стало применение практики привлечения владельцев транспортных средств к административной ответственности в особом порядке, предусмотренном Федеральным кодексом. Не секрет, что в последнее время одним из часто задаваемых жителями города Омска вопросов является вопрос борьбы с парковкой транспортных средств на зелененных территориях. Проведенный нами анализ законодательства и судебной практики показал, что традиционным способом, предусматривающим задержание лица, управлявшего автомобилем в момент постановки на газон, и с требованием у него необходимого пакета документов для привлечения к административной ответственности, сбор доказательственных базок протоколов и тому подобное, решить проблему привлечения лиц к ответственности чрезвычайно затруднительно. В результате мы опробовали особый порядок привлечения владельцев транспортных средств к административной ответственности, при котором протокол не составляется, правонарушительное заседание комиссии не вызывается, решение принимается на основании данных фотофиксации правонарушений. Обязательными условиями такого способа привлечения к ответственности является выявление правонарушения и производство фотофиксации только должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы, а также необходимость производства не менее двух снимков с разницей по времени не менее пяти минут и привязка к месту совершения фотоснимков. Постановление, вынесенное комиссией в особом порядке, было обжаловано правонарушителем в суд. В результате и первой, и второй инстанции судебными данное постановление оставлено в силе. В настоящее время правонарушитель обжаловал это постановление в Верховный суд. Решение пока не принято. Озвученные нововведения в работе комиссии неоднократно обсуждались нами с коллегами из других регионов и в рамках АСДГ в городе Артемии, и в рамках семинаров в городе Санкт-Петербурге, и в рамках Международной научно-практической конференции на актуальной проблемой административной ответственности в городе Омске, где вызвали неподдельные интересы и одобрения как у ученых-административистов, так и у практических работников. Говоря об обучении должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, необходимо отметить следующее. В 2013 году в результате изменения структуры администрации города Омска была ликвидирована административно-техническая инспекция, вместо которой были созданы отделы контроля в окружных администрациях числом от 4 до 5 человек, всего 21 специалист. Кроме того, помимо специалистов отделов контроля, распоряжениями глав окружных администраций правом составления протоколов были дополнительно наделены еще 69 специалистов, фотоработники окружных отделов архитектуры, экономики, общественной безопасности и иных. Таким образом, общее число специалистов, наделенных правами по составлению протоколов в 2013 году, составило 90 человек с разным уровнем подготовки и представлений об административном законодательстве, которых нам предстояло обучить. В целях организации работы по обучению, управлением совместно с главами окружных администраций, был разработан график проведения обучающих семинаров, на которых рассматривался весь спектр вопросов, связанных с привлечением лиц к административной ответственности, начиная от порядка фиксирования различных видов правонарушений и правил составления протоколов, заканчивая объемом доказывания вины правонарушителя с учетом складывающейся судебной практики. Всего в 2013 году было проведено 25 таких семинаров. Кроме того, вопросы контроля за исполнением требований решения Гурсовета о правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска неоднократно рассматривались на совещаниях у мэра с главами окружных администраций. По поручению мэра управления были разработаны методические рекомендации по организации работы окружных отделов контроля, а также методика оценки деятельности специалистов, полномоченных составлять протоколы. Результаты такого мониторинга позволяют главам окружных администраций объективно оценить работу каждого полномоченного спецстолица и при необходимости своевременно скорректировать их работу. В вопросах организации работы отделов контроля на примере конкретного административного округа более подробно расскажет мой докладчик. В результате проведения комплекса вышеуказанных мероприятий в течение 2013 года значительно увеличилось количество выявленных правонарушений в сфере благоустройства с 1 000 в первом полугодии до 2 000 во втором, а также существенно улучшилось качество подготовки самих протоколов. Если в первом квартале 2013 года количество протоколов, возвращенных должностным лицам для устранения недостатков, составило 89 протоколов, то в аналогичном периоде 2014 года всего 7. В 2014 году управлением будет продолжена практика проведения обучающих семинаров, соответствующий график уже согласован с главами администрации административных округов. В части проведения мероприятий по совершенствованию законодательства об административных правонарушениях управлением совместно с Департаментом финансов и контроля администрации разработан законопроект о внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях, предусматривающий увеличение размера штрафных санкций за правонарушения в сфере благоустройства, а также корректировку диспозиции отдельных статей в целях оптимизации их применения на практике. В результате проведенной работы в декабре 2013 года впервые за последние 7 лет размеры штрафов были увеличены. В части организации работы по исполнению решений комиссии специалистами управления принимается весь комплекс мер, предусмотренных действующим законодательством, а именно это составление протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, неуплотивших или не своевременно уплотивших административные штрафы по части 1 статьи 20.25 Федерального кодекса, а также направление исполнительных документов судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания штрафов. В качестве дополнительных мер, направленных на исполнение указанных решений, на официальном сайте администрации города Омска размещена информация о штрафах и санкции неплательщикам, которая содержит описание возможных последствий несвоевременной уплаты административных штрафов, таких как штраф в двойном размере, обязательные работы или административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, лицам, которые в 2013 году своевременно не произвели уплату штрафов и не обжаловали решение комиссии, были разусланы соответствующие информационные письма. Принятые управлением меры способствовали тому, что по итогам первого года работы комиссии в бюджеты различных уровней поступил 1 млн 375 тысяч 550 рублей, из них более 1 млн рублей в бюджет города Омска и более 200 тысяч в бюджет Омской области. Более того, отработанный управлением в течение прошлого года механизм позволил уже в первом квартале 2014 года принести в бюджет города Омска более 1 млн рублей. При этом отмечу еще раз, что за весь прошлый год в бюджет города поступило практически столько же средств, сколько за первый квартал этого. К концу года мы прогнозируем увеличение этого показателя в 3-4 раза. На текущий год мы ставим перед собой следующие задачи. Во-первых, это продолжение совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей как вопросы реализации переданного государственного полномочия, так и вопросы административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства и на уровне законодательства Омской области, и на уровне законодательства города Омска. Изучая региональное законодательство субъектов Российской Федерации, общаясь с коллегами, мы убедились в том, что многие нюансы в вопросах организации работы комиссий, их создания, финансирования, а также пределов контрольных полномочий государственных органов, уполномоченных контролировать перед исполнением переданного полномочия, зависят от позиции законодателя конкретного субъекта Российской Федерации. Например, в Красноярском крае на правительственном уровне принята методика оценки работы административных комиссий, содержащая понятные критерии, по которым оценивается в том числе деятельность органа местного самоправления, реализующего переданного полномочия. В результате НАИО был разработан законопроект о внесении изменений в закон Омской области об административных комиссиях, предусматривающий как упорядочение проведения контрольных мероприятий со стороны государственных органов контроля, так и корректировку методики расчета субвенций, выделяемых в бюджету города Омска на исполнение этого полномочия. По вопросу наличия объективной необходимости в корректировке указанной методики распределения субвенций, мы совместно с Департаментом финансов и контроля неоднократно в течение 2013 года обращались в правительство Омской области и законодательное собрание Омской области. К примеру, согласно показателям 2013 года, пятью комиссиями города Омска рассмотрено больше дел, чем 32 комиссиями муниципальных районов Омской области. Соответственно, нагрузка на одного специалиста комиссии города в семь раз превышала нагрузку на его коллегу из муниципального района. В связи с этим мы выступили с предложением об увеличении количества базовых должностных окладов для членов комиссии города Омска в расчете на год с 36 до 72 в целях возможности производить за счет субвенций оплату труда не пяти, как сейчас, а десяти специалистам. Кроме того, в 2014 году существенно увеличились тарифы федерального оператора почтовой связи по сравнению с теми, которые в 2012 году легли в основу расчета размера субвенций на отправление почтовой корреспонденции. Эти факты нашли отражение в предложенном нами законопроекте, который в настоящее время обсуждается в рамках заседания рабочей группы при Комитете законодательного собрания Омской области по законодательству. Также в течение 2013 года мы анализировали обращения МИЧЕ и предложения депутатов Омского городского совета, предложения общественности, также практику Омского областного суда, арбитражного суда Омской области по вопросам благоустройства. В результате управлением был разработан проект, предусматривающий внесение изменений в решение Омского городского совета о правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска. В проекте учтены вопросы определения круга лиц, ответственных за размещение объявлений и иных сообщений в неустановленных для этого местах, вопросы парковки транспортных средств, запрета остановки стоянки автомобилей на детских и спортивных площадках и иные вопросы. 16 апреля проект принят к рассмотрению Омским городским советом, на 23 мая назначено публичное слушание. Также важнейшими задачами и управлениями остаются повышение качества рассмотрения дел об административных правонарушениях и достижение 100% показателя законности принятия решений комиссиями, а также достижение 100% показателя по исполнению решений комиссии о привлечении лиц к административной ответственности в виде административных штрафов. Полагаем, что решить эти задачи возможно в случае обеспечения проведения единой правовой политики комиссий и должностных лиц уполномоченных выявлять правонарушения, основанной на законе и учитывающей судебную практику при условии обеспечения надлежащего правового сопровождения процесса административного производства с момента выявления правонарушения до момента исполнения решения комиссии. У меня все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Так, пожалуйста, какие вопросы есть к Алексею Сергеевичу.